Уральский федеральный округ И здесь очень кстати пришелся новый автодром Шадринского политехнического колледжа. Единственный в области он стал очередным подарком городу к его 350-летию. Этот автодром построен по федеральной программе безопасности дорожного движения. Он соответствует всем требованиям подготовки водителей и сдачи экзаменов. Мы ожидаем новые правила сдачи экзаменов, поэтому этот автодром соответствует всем этим требованиям. Здесь работают светофоры, установлены все знаки, разметка. Колледж приобрел современные автомобили. Мы готовим водителей всех категорий, поэтому вот этот автодром он не только для Шадринска, но и для северо-запада Курганской области. В дальнейшем планируем подготовку преподавателей дорожного движения, кто занимается, и сотрудников ГИБДД переподготовку на нашей базе. Вот этот объект, он очень значимый, но я думаю не только для колледжа, но и для города Шадринска. Но в Курганской области пока он единственный. В дальнейшем планируем здесь ввести автоматизацию, систему ГЛОНАССЛИ, и сегодняшний конкурс – это первое испытание нашему автодрому. Сегодня водители покажут все, на что они способны. Помимо 30 профессионалов, которые приехали бороться за звание лучших, конкурс посетили высокие гости из городов-участников. Поддержать команду за Уралия прибыл заместитель губернатора, директор департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Василий Жаров. Он отметил, что конкурсы профессионального мастерства популярны в Курганской области явления. Вообще, я должен сказать, что в Курганской области конкурсы профессионального мастерства никогда не прекращались. Они проводятся среди токарей, сварщиков, электромонтеров, машинистов мостовых кранов, среди энергетиков, среди самых разных профессий, профессий сельскохозяйственных профессий. Это только на руку области. Ну и, знаете, надо же молодежь определяться. Если мы не будем этим делом заниматься, значит, видимо, не получится. И не случайно Палпред в Уральском федеральном округе поддерживает сегодня, очень сильно поддерживает движение «Славим человека труда». Вот результатом этого являются и сегодняшние мероприятия. Как известно, от профессионализма водителей напрямую зависит безопасность дорожного движения. Своё мнение об этом аспекте конкурса выразил заместитель начальника управления ГИБДД по Курганской области Георгий Олешков. Вообще, если говорить по безопасности дорожного движения, то проблема эта в нынешнем году, она наиболее актуальна. То есть, не секрет, что и по всей Российской Федерации, и в Уральском федеральном округе возрастает число дорожных транспортных происшествий, погибших и ранее. В том числе есть проблемы с обеспечением безопасности движения и на пассажирском транспорте. В частности, для Курганской области по итогам 7 месяцев количество ДТП по вине водителей автобусов отросло в 2 раза. То есть, эта проблема остаётся актуальной. Здесь, конечно, есть и ряд наработок, и ряд проблем. То есть, если говорить про данный конкурс, то, безусловно, это одна из вех повышения их профессионализма, профессионализма водителей. Не только профессионализма, это и пропаганда безопасного поведения на дорогах. Примечательно то, что конкурс проводится именно на созданном новом автодроме, который был создан в рамках федеральной целевой программы. И этот автодром, его внедрение, его создание, оно также повысит качество подготовки водителей. Так числе и автобуса. Мы надеемся, что результаты этого конкурса принесут и результаты в сфере безопасности дорожного движения. И будем надеяться на то, что количество дорожно-транспортных происшествий пострадавших, не в части дорожного движения, будет сокращаться. Шадринские водители также не остались в стороне. От нашего города в состав команды «За Урале» вошли четверо человек. Это Андрей Важенин, Григорий Новоселов, Виктор Пегалов и Максим Гурьев. Как рассказал Николай Косюк, последние трое участвуют в данных соревнованиях уже в четвертый раз. И в этом году шадринцы внесли в командную копилку наибольшее количество очков. В итоге команда Курганской области заняла второе место в общем зачете. И каждый из участников взял по несколько призовых мест в различных категориях. Этот результат можно назвать прорывом, так как ранее на межрегиональных соревнованиях таких успехов добиться не удавалось. Все участники имеют внушительный стаж работы, но, как отмечают сами водители, данная сфера все меньше пополняется молодыми кадрами. Сейчас очень мало приходит молодых водителей, которые приходят. Я считаю, что хорошая подготовка у них. Но их за последние три года пришло два человека всего. Проведение таких мероприятий необходимо. Во-первых, популяризация водителя автобуса и вообще водителя как такового. В последнее время у нас одни девушки учатся на водителя. Молодые люди практически не учатся на водителей, тем более на профессионалов. Пока в нашем регионе я не слышал, чтобы женщины были водителями автобуса. Стоит отметить, что в хорошее выступление на соревнованиях свой вклад внес весь коллектив автоколонны 1588. При необходимости коллеги подменяли водителей, которые готовились к выступлению. Также множество шадринцев приехали на автодром, чтобы поддержать своих земляков. О соревнованиях узнали мы в автоколонне. А приехали сюда посмотреть и поболеть за наших водителей, которые работают в автоколонне 1588. Они у нас молодцы всегда, выступают хорошо и занимают призовые места. Курганская команда выступила очень достойно, но как на автодроме, так и в правилах дорожного движения равных не было сверловчанам. Именно они стали абсолютными победителями соревнований. На их счету это уже третья победа в конкурсе среди водителей автобусов Уральского федерального округа. В шадринске право как поднять, так и опустить флаг соревнований было предоставлено именно этой команде. Какие были сложности сегодня? Сложности? Узкий автодром, вот и все. А выполнение заданий, то есть все было отлично? Ну да, как бы нормально все. Я говорю, организация 5 с плюсом. Какие планы у вас еще где поучаствуете в ближайшем? В Красноярске, на 17-го улетаем, на 19-е соревнования в России. Давай, давай, давай! Дай, я подержу! Ура! Ура! Я ура! 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...